Доброе утро! Юные циркачи из Югорска стали победителями Всероссийского фестиваля детских любительских цирковых коллективов. По итогам конкурса представители нашего региона коллектив Югра Лэнд получили сразу две награды. Диплом первой степени в номинации «Эквилибристика» и диплом лауреата третьей степени в номинации «Акробатика». И прямо сейчас у нас на прямой связи руководитель циркового коллектива Югра Лэнд Наталья Ангушина. Наталья, доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Наталья, поздравляем вас и ваших талантливых юных артистов с победой, причем с двойной. Скажите, два диплома это достаточно или хотелось больше? Ну, на данном фестивале это отличный результат и мы очень довольны им. Вообще, хотелось бы немножко рассказать о самом фестивале, если позволите. С удовольствием послушаем. Спасибо. В Кировском государственном цирке с 20 по 22 октября состоялся Всероссийский фестиваль любительских цирковых коллективов. Данный фестиваль проходит каждые два года уже в течение 10 лет. Фестиваль проходил два этапа. Первый этап был заочным, где предоставлялись видеономеров. Было предоставлено 220 номеров. Из них только 68 номеров приняли участие в самом представлении, которое у нас было в конкурсный отсмотр в городе Перми. По моим ощущениям, на фестивале собрались самые сильные коллективы со всех уголков России. А также в конкурсе приняли участие студенты Московского циркового училища. Номера оценивали мастера своего дела. Это преподаватели профессиональных учебных заведений и артисты цирка Российской Федерации. А возглавил жюри Газа Пашный, который на данный момент является директором большого московского цирка на проспекте Вернадского. Он с тигром приезжал? Да, ты тоже хотела спросить, он с тигром? Нет, он приезжал без тигров. Без. Он с собой их не взял, они остались дома. Наталья, да. Вот так, к вопросу о подготовке, раз такие именитые коллективы и прочее. Вот скажите, как оцениваете уровень подготовки наших ребят? Мы же наверняка самые крутые были, правда? Ну, безусловно, к каждому фестивалю идет огромная подготовка. Наш коллектив готовился к этому фестивалю последние 6 месяцев. Допустим, номер «Акробатическая сценка» дебютировал в 2017 году. За это время он принял участие во многих фестивалях и конкурсах, где неоднократно становился лауреатом первой-второй степеней. На данном фестивале этот номер получил звание лауреата третьей степени. Номер «Эквилибриста» на моноциклах дебютировал в 2016 году. На данный момент в номере принимает участие 8 человек. Это мальчишки и девчонки от 10 до 15 лет. И номер стал лауреатом, извиняюсь, дипломантом первой степени. Надо такую штуку завести, чтобы на работу ездить. Очень удобно. Да, я смотрю, думаю, так удивительно вообще. Наталья, есть ли такой жанр цирковой, который, на ваш взгляд, самый сложный? Или, может быть, максимально сложно вашим ребятам дается? Ну, я, наверное, считаю, что клоунада является самым сложным цирком, жанром в цирке. Потому что действительно нужно быть по-настоящему талантливым в этом направлении, чтобы сделать именно хорошую клоунаду. Потому что можно смешить людей, но при этом совершенно не быть смешным для всех остальных, допустим. Да, если ты в компании хорош, то совсем не значит, что ты можешь смешить большую публику, большое количество людей. Скажите, а у вас у Югра Лэнда какой жанр самый такой крутой, самый козырный? Чем вы можете похвастаться? Ну, у нас в коллективе, конечно, все жанры в основном используются. Кроме как раз вот клоунады, наверное. И настоящих дрессированных животных у нас нет в силу определенных причин. Вы, наверное, понимаете, да, что связано с этой сложностью содержания именно животных. А так у нас в коллективе в основном это акробатика. Акробатика, эквилибр, воздушная гимнастика. Чтобы дети свободно могли выбрать себе жанр, который им нравится. Наталья, мы вот слышали краем уха, что вы сейчас готовитесь еще к какому-то масштабному мероприятию. Ну, я бы не сказала, что это масштабное мероприятие, но наш коллектив принимает активное участие в жизни города Егорска. Постоянный участник городских мероприятий. Также мы периодически выезжаем в реабилитационные центры с благотворительными концертами. Это город Егорск и Советский район. Ну, на данный момент ближайшее наше мероприятие – это участие в церемонии награждения городского семейного конкурса «Фэмили Тайм», которое состоится 28 ноября в Центре культуры «Югра Презент». Наталья, замечательно. Мы желаем вам не останавливаться, продолжать в том же духе. Спасибо вам огромное за беседу. До свидания. До свидания, спасибо. Спасибо большое и вам всего доброго. Всего доброго. Спасибо.